Первый день лета, начало каникул, а еще международный праздник всех ребят, а также их родителей, педагогов и наставников. День защиты детей в Одинцовском округе отметили активно и весело. В парке Раздолье подготовили обширную программу. Веселые эстафеты, тематические мастер-классы, катание на пони, экскурсии и анимационные игры. А для любителей культурных мероприятий – концерт под открытым небом. Яркие танцевальные номера в исполнении юных артистов образцового хореографического коллектива «ТОТ» дополняли всеобщее праздничное настроение. Парк предлагал широкий выбор развлечений на любой вкус и возраст. Праздник детей, раздача мороженого, все для детей. Тут очень много чего можно поделать, отдохнуть с детками. Вот сейчас ждем выступления. Еще погуляем, побываем на мастер-классах и пойдем обязательно покатаемся в парке Малерьевича на велосипедах. Также в Раздолье по губернаторской программе приехали более 300 детей из семейных центров Подмосковья. В таких учреждениях ребята живут, пока их родители находятся в трудной жизненной ситуации. И подобные праздники для них – настоящая отрада. К нам в гости приехали ребята из шести семейных центров, которые расположены в других муниципальных образованиях. Парком для них организованы различные активности, начиная от аквагрима для самых маленьких, катания на пони, и заканчивая им прохождение трассы подвесной, веревочной. Какой же летний детский праздник обходится без мороженого? По всей территории парка освежающее лакомство бесплатно раздавали всем желающим. Мороженое очень вкусное! В Немчиновском культурно-досуговом центре праздник отмечают по-своему. 1 июня здесь традиционно проводят День детского спектакля. В КДЦ приезжают творческие коллективы из Москвы и Подмосковья. Сегодня у нас в гостях ребята из Голицына, из Кубинки, из Театра Вернацкого, из Крылацкого, из Москвы. Много гостей, которые дарят нам свои спектакли. На все из них вход свободный. Спектакли задорные, красочные и очень искренние, потому что их играют дети. В жаркий летний день театральная студия «Телемилитриам» представила спектакль «Северная сказка» по мотивам якутского эпоса. Да! Солнце могучее! Солнце мать! Не дай людоеду меня поймать! Сделай оленей мои следы! Дай убежать! Спастись от еды! Творческий коллектив к постановке подошел основательно. При создании спектакля подробно изучали одежду, музыкальные инструменты и традиции северных народов. Костюмы создавали все вместе. Костюмы у нас мы шили сами. Они не просто художественный взгляд, а действительно мы брали у якутских народов рисунки. Мы вышивали из бисера. Если близко посмотреть на костюмы, то увидим у нас опушка натуральная. Мы подбирали ткани, чтобы они были похожи максимально на кожу. А центральная пригородная пассажирская компания в честь праздника подготовила сюрприз для юных путешественников. В одном из поездов к ним присоединились сказочные персонажи – обитатели московской усадьбы Деда Мороза. Мы устроили интерактивную викторину для детей прямо в движущемся поезде, где их опрашивали о правилах поведения на железной дороге. В этом нам помогла наша замечательная Вава Яга и кошка-следопыт. Мероприятие получилось максимально интерактивным. Дети были в восторге, все было в движении. В завершение поездки все юные пассажиры получили сладкие лакомства и подарки.